а тем временем пошел очередной дождь места тут боевые вот есть вот такой памятник показывает день были землянки вот сохранились как сказать углубление где вели оборону и потом наступательное сражение наши войска а пока тут красиво поливает на капотах красота песни поют визжат как обезьяны едет группа квадроциклов видимо тоже приехали отдыхать квадроцикл да достаточно богатые я буду тут наяривать сетка для волейбола конечно убитая и причем только одна поляна которая со столбами больше волейбольных я тут не вижу футбольный мини футбол вижу и все 1 1 волейбольная ну что это такое место такое шикарное тут должно быть их гораздо больше десятки их тут должны установлены что тут столб поставить два столба и пожалуйста играй разровнял площадочку и давай мать мочи со всех сторон нет почему-то не хотят развивать эту инфраструктуру странно недостаточно волейболистов что ли все уезжает на финские на финский залив солнечная не верю так ну подводя итог нашему делу проезду можно сказать что место прекрасная отличная воздушная красота сказочная добраться сюда относительно легко и на машине и на велосипеде и на каком-нибудь другом транспорте так что буду посещать его еще раз и еще самое главное это атмосфера отдыха дружелюбия сфера радости вождение жизнью гармонии самим собой так что спасибо что посмотрели до новых встреч а я еду домой так ну вот вся поездка от дома до сюда вокруг озера заняла 3 часа 15 минут сейчас засекаю время посмотрю сколько отсюда займет обратная дорога прямо до дома не знаю как будет легче или тяжелее посмотрим дождик капает какую-то же часть энергии я уже отдал так что поехали погнали так остановился проверить интернет вот на этой горе на улице лесной 32b интернет есть а вот там несколько километров вниз а потом вверх его уже нет то есть он пропадает на коркинских озерах мой билайн не работал какие-то другие работы такими прекрасными перилами колониальном стиле чем связано возможно это красиво обозначает заезд все интернет пошел буду снимать музыку и отправлять видосы а так все дома буду монтировать я поеду под интернет серебряного дождя очень хорошее чилище умная радио рекомендую так по времени с точки скоркинских озер до точки куда я начинал час двадцать три это не спеша с учетом того что ехал что я теперь знаю маршрут теперь знаю куда как ехать можно теперь загружаться загружаться палатками едой все помню сухими вещами и уже спокойно ехать отдыхать в принципе быстро комфортно относительно безопасно ни разу не было такой сложной аварийной ситуации до форум проезжают мимо меня стараются не поливать не проезжать рядом не пугать меня не сигналить все достаточно аккуратно мне понравилось ставлю лайк этому маршруту буду открывать новые до новых встреч друзья до новых вела встреч